Обо всем по порядку. Итак, казахстанцам с 1 апреля повысили пенсии и социальные пособия. Уже в мае граждане смогут получить деньги с надбавкой. Однако она будет меньше, чем многие могли подумать. Президент поручил увеличить выплаты на 10% в годовом выражении. Что это значит и сколько добавят пожилым и получателям выплат, расскажет Мадина Исюмбаева. С 1 апреля казахстанцам повысили пенсии по возрасту и социальные пособия. Надбавка составила 5%. Сегодня в департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы рассказали, почему гражданам начислили всего 5%. Пенсии ежегодно индексируются на уровне инфляции. С начала года они уже были повышены на 7%, а соцвыплаты на 5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Как вы знаете, с 1 января текущего года размеры всех социальных пособий были увеличены на 5%. Теперь с 1 апреля они повышены еще на 5%, что в итоге составляет 10%. В этом месяце автоматически будет произведен перерасчет всех пенсий и пособий. Некоторые казахстанцы в недоумении. Ведь выступая перед населением, президент страны Касымжумар Токаев поручил правительству повысить выплаты на 10%. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге. Экономист Мируэрт Махмутова пояснила речь о годовом выражении. Обещание президента увеличить пенсии на 10% означает, что это не увеличение с текущего, допустим, марковского уровня пенсии, а увеличение с уровня уже увеличенной пенсии, то есть 10% не от текущего уровня, а 10% от уровня предыдущего года. Обращаться в ГЦВП никому не нужно. Повышенные размеры пенсии и соцспособий казахстанцы получат в мае. Тогда же выплатят и проценты от основной суммы, начисленные за апрель. Экономисты не исключают, что правительство будет предпринимать более кардинальные меры, чтобы помочь гражданам пережить этот нелегкий период. Ведь многие работающие пенсионеры потеряли работу в связи с режимом ЧП. И еще неизвестно, какой будет инфляция в среднем за год. Мадина Исюмбаева, Влад Шишко, Информбюро Алматы.